Слушайте доктора. С ней это очень важно. И одно из самых важных частей нашей жизни. И поэтому сегодня в подробностях в течение получаса в программе мы расскажем, на что способна современная медицина для того, чтобы улучшить и поддержать интимную сферу жизни женщины. Ну, вообще, конечно, для нашего города понятие эстетической гинекологии очень новое. То есть я считаю, что просто даже, наверное, обычно врачи-гинекологи, не столкнувшись с этой проблемой, они очень много, кстати, ее пускают из виду. То есть пройдя обучение по эстетической гинекологии, ты совершенно по-другому начинаешь смотреть на женщину. Наверное, с взглядом даже и косметолога. То есть то, что на самом деле не приучены мы гинекологи. Она сейчас не выведена в отдельную специализацию, ее сейчас нет. Хотя тематическое усовершенствование, вообще учебы, они проходят. А если ты хочешь пройти, можно пройти в Москве. Но на чем она базируется? Знание гинекологии – раз, знание эндокринологии – два. Особенно вся антиэйдж, вся возрастная, все климаксы, все туда. Это должен врач хорошо знать. А частично понятие пластической хирургии, потому что там без хирургического дизайна промежности ничего не сделаешь. Ну, у некоторых пациентов. И знание дерматологии и косметологии. Потому что как дерматолог ты должен разбираться в том, что ты там видишь, да, и как это называется заболеванием. Ну, а с косметологической точки зрения ты должен уметь владеть всем арсеналом, причем чем владеют косметологи. То есть это и филеры, и биоревитализация, и плазма, и озон. Все должен знать этот доктор. Поэтому, конечно, я думаю, что в ближайшем будущем, я не думаю, что у нас прямо такой будет очень большой наплыв именно таких врачей, потому что слишком много и долго надо учиться этому. Ну, и основа основ все равно хирургия. И это значит еще и гинеколог, который обладает именно хирургическими навыками этих операций, еще ко всему прочему. То есть это все-таки стационары, где оперируют. Это мало кто оперирует. Ну, какие-то хотя бы даже малые операции в обычных женских консультациях сейчас уже это обычно не делают. Поэтому сложная, сложная очень тема. И сейчас даже есть, наконец-то есть ассоциации эстетической гинекологии. Это на базе. Они окушевствуют гинекологии мать и дитя Кулакова. Там они очень серьезной темой сейчас Аполихином занимаются. И, в общем-то, скорее всего, и поддерживают таких врачей, вот как мы, кто обучение-то проходит, и создали эту ассоциацию. О каких проблемах мы говорим, когда требуется помощь гинеколога, владеющий вот этими знаниями? Ну, на самом деле, с разными проблемами приходят. И если раньше до, например, вот этого тематического усовершенствования, ну, я занималась однозначно только хирургическим дизайном. То есть, чаще, ну, все знают на сухую, что это лабиопластика. Шифруется она как лазерная или там, ну, любая резекция, можно и, в общем-то, не лазерная, резекция малых половых губ. То есть, вот это самая затребованная, как бы, тема. И с ней приходит, конечно, молодежь. То есть, в основном, молодежь, хотя сейчас, в последнее время, в связи с тем, что есть интернет, есть и в 50-е, и в 60-е лет приходят, это редкость, но приходят именно на эту операцию. А что не нравится? Не нравится форма, размеры, не нравится цвет, да. Когда это возникает? Может быть, травма. Причем, на самом деле, в детстве травма, когда ребенок падает и ударяется, вот, обычная рама велосипеда. Вот такие разрывы прямо, и я всегда называю, как парус потом, вот он болтается. Ну, понятно же, что это, ну, мало того, что эстетическая проблема, да, но ведь это же и физиологическая проблема у женщины. Вот, у нас были, на самом деле, и подростки, 15-16 лет, которые приходили с мамами именно с этой темы, да, и я рада, что вот есть такие мамы, с которыми можно обсуждать эту проблему. Я вот вообще очень вот благодарна таким мамам, потому что, а если ребенок, девочка может с этой темы подойти к маме и поговорить маму, и мама говорит, что ты говоришь, как тебе не стыдно, а ведь это закладка на будущее, что если мы сейчас, например, к ее совершеннолетию что-то сделаем, что можно что-то изменить, то дальше-то девочка не будет же стесняться, да, она будет знакомиться с молодыми людьми и жить там сексуальной жизнью, да, и не стесняться своего тела. А так, на что можно это? Ну, затворницей будет. Или, наоборот, ну вот, я не знаю, психологические проблемы вот эти, их нельзя не думать, что их нет у подростков. Да есть, если они из угревой сыпи будут расстраиваться, так там-то девочки тоже расстраиваться будут. Вот, они стесняются купальник носить и выходить, например, там в бассейн или там на пляж, стесняются, потому что у некоторых это достаточно как бы видно бывает. Тесное белье очень сложно носить, натирание идет, да, то есть есть понятия ещё, говорю, физиологических вот таких моментов, сухости, раздражения бывают, то есть вот есть эти моменты. А вторая половина, ну, большая часть, конечно, после родов идёт, потому что во время беременности начинает изменяться физиология, увеличиваться, и вот это всё, в общем, конечно, после родов не нравится. И вот таких большинство, это, наверное, где-то 25-35 лет. Вот прямо вот пиковое обращение вот этих вот женщин. Это связано обычно со сложными родами, с крупным плодом, с разрывами? Нет, беременность просто, беременность. Разрывы, да, но не так часто. Всё-таки эпизиотомию, если вовремя делают, и как бы... Там, на месте, в роддоме, да? Да, да, то очень редко малая половая губа разрывается. Нет, всё-таки это изменения вот во время беременности уже идут. Вот, пигментация, да, то есть тоже гиперпигментация, это же всё тоже тогда происходит, то есть это не до беременности. Поэтому вот это самая такая основная тема, и которая на слуху, и которую знают. Но на самом деле есть масса вот этих моментов, которые дальше тянут друг за другом. Что можно делать? Что касается женщин в кальмакторальном периоде, у них есть какие-то проблемы, связанные с тем, что изменяется и внешний вид, и физиологические какие-то неудобства, которые могут быть решены с помощью эстетической гинекологии? Ну вот, опять же, вот говорить если про своих пациентов, в каком возрасте они приходят, и я бы, наверное, тут оставлю тему совсем серьёзных нарушений, физиологических серьёзных опущений, да, там, краурозов, эсклерозирующего лихина, то есть если убрать именно эту тему 60-70 лет, а немножко раньше подойти 45-55-60, женщины, которые ещё достаточно активную сексуальную жизнь ведут, да, то здесь жалобы в первую очередь, конечно, на сухость, Женя, да, на уменьшение размеров, это потому что происходит атрофия, да, субатрофия, атрофия, и даже нисколько, кстати, внешний вид, не всегда они жалуются на внешний вид, хотя я, например, вижу, что там можно бы коррекцию больших половых губ сделать, да, то есть там можно и лазером, и филерами сделать это всё. Чаще они всё-таки жалуются вот на физиологическую эту проблему, болезненные, интимные отношения с мужем. Вот таким пациентам мы уже другое предлагаем, да, есть, например, у нас сейчас лазер фракционный СО2, когда мы при помощи гинекологической насадки можем провести, оно называется лазерное омоложение. Мне, конечно, вот как именно врачу, а не косметологу, мне не очень нравятся эти слова «глазерное омоложение», хотя оно всех на устах. На самом деле мы что делаем? Мы регенерацию так-то, восстановление, как бы слизистые влагалища занимаемся при помощи лазера, да, и сразу же, то есть в этот же день, то есть когда мы убираем лазер, мы сразу плазмотерапию делаем, потому что однозначно плазма работает только на повреждениях. То есть если не повреждённо, то там такого выброса факторов роста не будет. А вот если ты повредил, то после лазера сейчас в основном все делают плазму. Вот здесь мы эффект очень хороший получаем даже после первого раза, после первого сеанса. Вот здесь хорошо, но опять нельзя забывать, что это идёт на стыке физиологических проблем, да, что мы не только, например, улучшаем качество сексуальной жизни у женщины, да, но всё-таки это профилактика вот этих всех возрастных и даже онкологических вещей, да. То есть если чрезмерно слизистая, сухая шейка, матки, там, влагалища, вульвы, человек начинает расчёсывать, ему начинают назначать гормональный мазик с глюкокротикоидами, и в конечном счёте у некоторых это может привести к онкологии. Так вот эти процедуры, они как раз профилактикой занимаются вот таких моментов, да, то есть напитывания слизистой. Здесь всё понятно абсолютно. Вы сказали, что применяется в эстетической гинекологии практически все те же самые методы, которые можно применить, например, к лицу. С лицом женщины уже теперь научились обращаться, они знают всё про лифтинговые нити, про контурную пластику лица, там, да, про подтяжки разные, про филеры. И всё то же самое, вы говорите, применяется в эстетической гинекологии. Давайте приведём примеры. Ну, например, ну, мне вот очень жалко девочек, которые не знают этого, но самый лёгкий момент, который можно было решить, это вот после как раз эпизиотомии, после, когда формируются послеоперационные рубцы, и такая женщина, она не знает, куда идти. У неё очень сильные боли во время близости с мужем. Почему? Потому что вот этот рубец, он болит. Это очень больно. И там бывает так, что бывают и килоидные рубцы, но на самом деле он просто болит. И вот с этой проблемой, в принципе, в женских консультациях не занимаются, потому что, ну, по идее, это ещё и надо знать как. В эстетической гинекологии предлагают и ботулинотерапию, чтобы убрать эту боль. Ботулинотерапию, кстати... Ботокс. Ботокс, да. Ботулинотерапия, ну, вот опять же, мне интереснее говорить ботулинотерапию, потому что это чисто с позиции врача. Почему оно... Вот есть целый такой, как бы, раздел, где есть такое понятие, как вагинизм, да, когда женщина или девушка вообще не может жить сексуальной жизнью, у неё сразу мышцы сжимаются. Так вот здесь, пожалуйста, вам ботулинотерапия помогает таким женщинам. Ну, это, конечно, очень большая редкость, и здесь, как бы, я, может быть, за всю практику видела трёх пациентов таких. Вот. Что очень сейчас популярно, конечно, филеры, да, филеры, они везде. И у нас, к сожалению, ну, как бы, вот, я знаю, что грешат наши косметологические центры тем, что всё, что разрешено косметологам, они могут только делать снаружи, да, в области промежности. Ну, они вот там как раз занимаются... Филе, в общем-то, это большие половые губы, когда всё-таки... Кстати, даже у очень молодых, может быть, уже супотрофия, да, и хочется красивое, насыщенное иметь большие половые губы. Это делают косметологи. Но вот дальше, в область точки G, в область нижней третьей влагалища, в области клитора, ножек, они, по идее, не имеют право лезть по закону. Потому что, ну, очень ограничено сертификационно, куда ты можешь лезть. Ну, вот эта вот сфера-то уже гинекологов. И здесь как раз очень часто применяются филеры при недержании мочи, да, здесь как бы филеры применяются для того, чтобы... Ну, вот эта пресловутая точка G, кстати, очень многие говорят, ах, этого нет. Другие говорят, это... Да, мы до сих пор не знаем. Да, есть, что это такое. Ну, вот если работы Верхова брать, да, и то, что он, в общем-то, делал вскрытием. Он, кстати, нашёл эти секреты о железу. Ну, в общем, да, на самом деле, вот даже когда мы учили прямо 50-е... Ну, как обычно в медицине у нас всё 50-е-50-е. Кто-то говорит да, кто-то говорит нет. Но, тем не менее, я считаю, что если бы этого, наверное, не было, то никто бы не ходил на эти процедуры и не говорил бы, что у них есть эффект. И единственное, что не у всех эффект есть. Но, кстати, у кого нет эффекта, это не очень большой процент. То есть я подписана просто под группу эстетических гинекологов. То есть те люди, которые проходят обучение. У нас, в общем-то, у нас такая большая-большая команда бывшего Советского Союза. И, кстати, это здорово, потому что вот когда я училась, было очень мало даже из России. Это была Украина, Белоруссия, это Кавказ был, очень много армян. То есть вот люди-то вот со всего... А едут-то учиться к нам. Казахстан едет. То есть вот эти врачи, они все, в общем, владеют русским языком, но учиться-то только могут у нас. Но и очень интересно, вот когда мы обмениваемся каждый день, каждый день там идут какие-то информации. Это, конечно, такая классная поддержка вот по эстетической гинекологии новых направлений, которые мы узнаем. Так. Еще давайте приведем примеры. Я открываю... Есть такое понятие, как нитевой. Параллельно открываю сразу картинку. Нитевой лифтинг. Да, вот есть такая вещь, которая... Ведь, в принципе, нитевой лифтинг овала лица тоже достаточно относительно молодая процедура для косметологов. То есть кто-то, кстати, и не владеет ею. Я все равно считаю, что здесь очень должны хорошо поставлены быть руки. А не каждый дерматолог, косметолог вообще эти руки поставлены. Там хирургическая рука-то по большому счету должна быть. И все то же самое можно принимать нитевой лифтинг в области промежности. Но когда мы это делаем? Это самая частая причина, когда женщина сама рожает. Вот когда она сама рожает, у нее уже никогда не будет плотно сомкнутая половая щель. И такой треугольничек возникает. Попадает воздух, хлюпанье, инфекции попадают. Это, кстати, тоже не ахтика. Хорошо, и очень даже не нравится, когда зияние идет, и понятно, что на проход идет вся инфекция. И качество сексуальной жизни, да. Жалобы партнера, да. И в целом, получается, при всем этом женщина уже чувствует себя некомфортно. То есть она начинает стесняться. И здесь очень хорошо те же самые нитевой лифтинг применяются. То есть эти нити, они саморассасывающиеся. Только, ну вот, кто знает Аптус, да, вот эти металлизированные нити, такие с елочкой, ну, в принципе, практически то же самое. Это наша российская разработка. Ну, не наша. Давайте так, Грузии, Грузии. Так, Грузия не наша. Хорошо, сори. Грузия не наша. Но мы работаем на американских, да, мы на американских нитях работаем. Это спасибо нашим белорусам, потому что они провели очень большие исследования с биопсими, гистологиями. У них защищена диссертация. Мне просто повезло познакомиться с ними на учебе. Вот. И из-за этого у нас стоимость вот этого нитевого лифтинга всего 10 тысяч. А себестоимость Аптус, себестоимость нити только 17 тысяч. То есть это слишком дорого. И когда мы с ними разговаривали, и, в принципе, об этом всем известно, что в Аптус вложено очень много маркетинга. Всё, что раскручивается, ну, это тоже понятно. То есть нити надо раскручивать, людей надо обучать, там, ну, т.д. А всё, что не раскручено, ну, всё тоже самое давно известно. Ну, вот мы американскими работаем. Ну, и потом, ну, потому что я уже прочитала диссертацию, мне понравилось, и они прямо чётко указали, когда что рассасывается, где какой рубец образуется, никаких проблем. То есть вот. И мы это делаем. И это, кстати, популярная процедура. Я бы сказала даже, скорее всего, она вторая. После... Нет, третья. Вот первая это у нас вот эти лабиопластики, да, хирургические всё-таки дела. Вторая это лазерное, вот это интимное омоложение с плазмой. И третья это ничего, лифтинг. Угу. То есть... Нажна ли какая-то специальная подготовка перед тем, как проводить процедуры? Зависим, да. Эстетическое. В зависимости от того, что мы хотим. Допустим, если это всё-таки лазерная процедура, то понятно, что УЗИ малого таза обязательно. А мазок на онкоцитологии обязателен. Ну, и обычная микрофлора. По лабиопластике всё проще по вот этой, в общем-то, операции. Почему? Потому что когда её, в общем-то, с применением лазера, допустим, да, там бескромно она идёт. То есть там вообще инструментов как таковых не используется, которые бы могли что-то сделать. Вот. И поэтому коагулограмму в данном случае мы даже не просим. Хотя, если бы это было скальпелем, то да, коагулограмму. Так, ВИЧ, гепатит, РВ, мазок на ГЭН, всё. То есть вот, в принципе, там таких прямо... И она настолько... Вот, не надо её пугаться, она на самом деле очень рядовая операция. Очень рядовая, амбулаторная. Вот, ну, настолько как-то вот уже, вот, да, скоменно набившая, в общем-то. Просто, конечно, надо, ну, опыт, да, надо оперировать всегда, постоянно оперировать, чтобы рука встала, чтобы ты прямо чётко как-то это делал. Есть ли какой-то определённый алгоритм проведения процедуры? Есть, абсолютно есть. И у меня есть сейчас такие пациенты. И меня, как врача, это очень радует, потому что, ну, конечно, хочется получить конкретный результат. Допустим, начинаем с хирургического дизайна промежности. Очень мне нравится это слово, потому что оно включает, вот оно говорит об этом всё. Тут и медицина, и эстетика. Да, 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 вот очень красиво придумано это, вот. Книга просто есть, не хирургический дизайн, но вот здесь в данном случае хирургический. Да, вначале, конечно, оперативное всё. Дальше. Дальше мы смотрим, и если всё-таки нужны лазерные процедуры, вот у девочки есть там опущение небольшое, есть дискомфорт в области влагалища, там есть, может быть, стрессовое недержание в очи, то мы вторым этапом проходим, и сейчас у меня этот пациент, мы проходим с ней сейчас лазерное интимное омоложение с плазмой. Вот пройдём мы сейчас. Дальше что идёт? Дальше по этапу мы можем нити делать. Да? Почему раньше нельзя? Ну, потому что, ну, можно было бы, но лучше нити после сделать. Вот дальше мы будем нитевой лифтинг сделать. Сделали. Всё надо время. Всё должно устаканиться, воспаление асептическое должно более-менее пройти. Почему? Потому что филеры не можем сделать, пока у нас асептическое воспаление, да, и филеры не делаются вперёд лазера, как и в косметологии я тогда рассказывала, да, то есть в начале хирургии лазеры, нити и это. Ну, мне кажется, косметологам это вообще всё известно давным-давно, но вот у нас пока в гинекологии этого нет понимания. Вот. И после нити через какое-то время, вот, пожалуйста, тогда мы филерами, там, большие половые губы можно будет поправить. Вот это красота будет. Ну, тут в данном случае у нас не нужно отбеливание делать. Ну, у некоторых ещё отбеливание надо делать. То есть вот эти все, как бы, пигмент, который не нравится, вот его убирает. Вот. И всё. А дальше, как я говорю, девочки, а дальше мы поддерживаем красоту лазерной эпиляции, которая у нас есть на... То есть они нас, правда, очень хорошо это всё помогают. Ну, вот. И всё. И красота обеспечена. Да, ну, то есть это практически те вещи, о которых женщины раньше даже говорить-то стеснялись. А сейчас есть инструментарий, который полностью, ну, или почти полностью снимает эти проблемы. Запрос-то есть. Запрос есть, просто не знают, где искать. Да. Ну, как бы, и вы иногда спрашиваешь пациентов, я, знаете, я с 14 лет хотела эту операцию, но я не знала, куда обратиться. Вот у меня вопрос такой, Гульнар, по этому поводу. Понятно, что подобные процедуры, они не входят, например, в перечень, который там ОМС нам даёт. Нет, к сожалению, и ДМС тоже нет. Много чего не входит, да, и в ДМС не входит, и в ДМС не входит. Но, как минимум, рекомендовать подобные процедуры и направить гинекологи в женских консультациях могут? Они этим занимаются? Первое, в защиту своих коллег скажу. Я не нападала. Да, это запрещено. Это запрещено. Они не могут? Они не имеют права говорить об этом. И вообще куда-либо посылать в частные клиники, потому что обычно это занимаются в частной клинике, а гинеколог на приёме имеет право только в государственную клинику направить. А рассказать про такую процедуру тоже не может? Не имеет права. Запрещено. Запрещено. То есть человек сам должен искать информацию? Ему придётся потом писать, да, ему придётся объяснительную писать. У нас очень жестоко и жёстко в Кирове с этим. То есть вот гинеколог в женской консультации видит проблему явную? Мы выяснили, что и у молоденьких девчонок, и у подростков она уже может возникать. Скорее всего, они промолчат, потому что им не хочется получать себе проблему, потому что, вот смотрите, люди сейчас достаточно агрессивные, злые, и чтобы потом про этого врача написали, а вот она направила меня в частную клинику, да вот это, и тут ещё и кучу про врача напишут всего. И опять-таки я наших докторов всех понимаю. Ну а второй момент просто незнание. То есть всё равно этому учиться надо. Это надо знать. А наши доктора, вот гинекологи, ну, если ты, как бы никогда, ну, что такое филер, что такое чуточка джит, что такое там нитевой лифтинг промежности. Ну, нет, с этим нитевой лифтинг промежности я подозреваю, что, конечно, перинатальный центр знает это. Перинатальный центр знает, потому что им приходится шить как раз вот эти все серьёзные разрывы в области промежности. Конечно, это перинатально знают. Но в женских-то консультациях нет. Они даже иногда, когда кандиломы остроконечные, ведь это уже не все удаляют. И сейчас мало где. Что это такое? Остроконечные кандиломы, вульвы, да, ну, вот выросты, это очень такая больная тема. А никто не делает сейчас женских консультаций. У нас же вообще как бы всё утратили, все завоевания советской медицины мы утратили. Всё, что раньше делалось в женские консультации, сейчас не делается, к сожалению. И, по большому счёту, мне очень жалко пациентов как раз, потому что куда им идти? Вот сегодня у меня девочка пришла с цирконечной кандиломой уже второй раз. Я говорю, надо брать анализы. Вот 21 тип. Понятно, что они дорогие. В женских консультациях берут два, максимум четыре. Не оплачивается государство. Ну, нет денег у нас. Вот. И кого винить, я тоже не... Ну, кого винить будешь в этой ситуации? Это раз, а денег на анализ нет. А второй-то момент, лечение-то всё равно ведь за счёт, сам пациент будет, а лечение от трёх с половиной. И денег тоже нет. И вот, и что делать с этими пациентами? Выглядит это ужасно. Я просто сейчас посмотрела на кандиломы. Это выглядит ужасно. Да, это ещё и болезненная очень процедура, потому что уколы-то всё равно болезненно делать. Вот. Поэтому с каждым вот так вот пациентом, и не зная, что делать, пытаешься как-то помочь по мере возможности, хотя бы какие-то минимальные исследования сделать, минимально что-то назначить, но лишь бы только хоть какой-то результат был. Так что чего спрашивать про эстетическую гинекологию? Да, зато можно спросить доктора в нашей программе и его послушать. Поэтому мы делаем целый цикл программ, посвящённых в том числе и женским проблемам, и женским заболеваниям. И я за это благодарна. Вам очень, Гулинар, приходите к нам ещё. Приглашайте. Благодарю Гулинару Касимову, главному врачу клиники Возрождения. Напоминаю, что клиника Возрождения находится на Комсомольской, 63 в Кирове, и на улице Энгельса, 88. Да, 82-1, Преображенская теперь уже всё-таки. Да, Преображенская улица, 82-1, у областного ГАИ. Это была программа «Слушайте доктора». Бела её сегодня Светлана Занько. Всем хорошего дня и здоровья. Слушайте доктора. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста.